Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Разворот». Олег Веков в студии. И сегодня наш «Разворот» будет посвящен культурной жизни нашего города, нашей страны. Фонд Германа Брауна продолжает свою работу. И в камерном зале «Артиссимо» очень много интересных планов, с которыми мы сегодня как раз о которых мы поговорим. Поговорим о том, как действительно во времена, когда очень многие боятся второй волны коронавируса, все-таки вот и сложности, которые были еще во время первой волны, насколько вот эта организация культурных мероприятий является таким вызовом, может быть, какого-то рода необходимостью подстраиваться под новые условия. Обо всем об этом мы поговорим с пианисткой, с главой фонда Германа Брауна Инной Давыдовой. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. И в нашей студии также певица Любовь Каретникова. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот насколько сейчас эти планы, в которые, ну, насколько поправляют вот эти новые обстоятельства и вот создают наверняка какие-то препятствия, тем не менее, как удается их преодолевать фонду Германа Брауна? И, может быть, ну, многие как-то думают, что у нас культурная жизнь вообще замерла. Что, в принципе, сейчас происходит? Какими концертами, какими гостями, какими событиями вот афиша фонда Германа Брауна наполняется? Олег, вы такой план мне набросали. Я пыталась загибать пальцы, чтобы запомнить всё. Но если начинать сначала... Я буду напоминать. Хорошо, спасибо. Если начинать сначала, то в ответ на вашу первую реплику я скажу, что известное выражение «Хочешь наспешить Господа, расскажи ему о своих планах» в этом году сработало, наверное, на все 100%, потому что у нас были огромные планы, часть из которых пришлось просто свернуть, закрыть и задуматься о чём-то другом. Поэтому у нас не было летних больших концертов в дзинтерском концертном зале. Я очень надеюсь, что в следующем году это всё будет реально, хотя теперь уже не питаю таких совсем уж розовых иллюзий по этому поводу. Но, учитывая, что всё-таки у нас агентство очень мобильное и пластичное, мы быстро реагируем на внешние изменения. Я сама, в общем, в этом смысле человек такой гибкий, то мы сразу стали заниматься тем, что у меня лежало в долгом ящике, и что, наверное, я ещё не скоро стала бы делать. Это лекции онлайн. И я хочу сообщить нашим слушателям, что три из них уже есть в доступе, их можно купить, заказать их можно у нас на сайте. Там, если спуститься в самый низ нашего репертуара, там есть такое название «Филармония в сети». И вот «Филармония в сети» – это общее название нашего YouTube-канала. Мы стараемся шагать в ногу со временем. Мы открыли свой YouTube-канал, на котором существуют разные рубрики. Пока это всё только за дел. Мы хотим это делать и что-то, естественно, делать будем, но не так быстро, как создать канал, сделать его наполнение. Но некоторые лекции уже готовы. Люди их покупают, с удовольствием слушают, и можно купить сразу абонемент почти на 20 лекций на год. Тогда он идёт со скидкой. Это онлайн, который, может быть, не столь актуален был летом, но я думаю, что длинными зимними вечерами людям не всегда хочется выходить из дому, а пригласить Инну Давыдову в дом и час пообщаться, послушать музыку, узнать что-то для себя новое. Может быть, под новым углом посмотреть на уже известные факты жизни и творчества композиторов. Это, наверное, будет интересно. Но, тем не менее, это не единственное, что мы делаем. И мы уже с июня месяца, когда нам разрешили сажать 20 человек, мы стали делать концерты. Прежде всего для того, чтобы самим себе сказать, что мы живы, что мы существуем, что мы продолжаем начатое, и что нас не остановить. Но теперь у нас немножко снизились эти ограничения. Мы можем у себя в зале принимать до 50 человек. И у нас в августе была целая серия замечательных концертов, которые мы сделали как бы маленький перерыв для себя, психологически закрыв летний сезон. А теперь открыли осенние двумя концертами Рейни Сазаринши на прошлой неделе. Это были просто выдающиеся концерты. Замечательный пианист. Как ни странно, в моих сериях он играл впервые. Но я уверена, что у нас впереди с ним длинная совместная жизнь и сотрудничество, потому что ему и зал, и рояль, и публика, и наши отношения к нему ему очень понравились. Поэтому я думаю, что он будет нашим постоянным музыкантом. Начало прекрасной дружбы, как в «Касабланке». Именно, да, точно, точно, начало прекрасной дружбы. Ну вот я так на это и надеюсь. Ну вот, а еще у нас уже есть и продолжение «Прекрасной дружбы». Это концерт, который в ближайшие дни состоится. Мы сейчас о нем поговорим. Я сейчас через него перескочу, пойду немножко дальше, а потом мы вернемся. Тем, кто интересуется нашими концертными лекциями в цикле «Новая филармония», то, что проходило в библиотеке в течение трех лет, хотим сказать, что мы меняем только дислокацию и день недели. Теперь мы будем по субботам в дворце культуры ВЭФ. Да, потому что библиотека просто не могла нам обеспечить такое количество слушателей, возможность им расположиться, на какое мы рассчитывали. То есть мы думали, что у нас будет хотя бы 200-250, а они предложили 100 мест по нынешним требованиям. Поэтому мы перешли на ВЭФ, поскольку там все-таки людей можно больше, иначе мы не можем обрадовать всех, кто хочет к нам ходить. Тогда было бы очень сложно. И у нас 10 октября уже первая встреча, она называется «Зальцбург, Моцарт и все-все-все». Будет посвящена она Моцарту и столетию Зальцбургского фестиваля, которое в этом году тоже в очень сложных условиях, но все-таки состоялось. И этот цикл мы будем продолжать в течение всего сезона. Для страстных меломанов хочу сообщить, что нас ожидают чудесные концерты осенью. Уже через три недели два концерта Люка де Барга, который приедет в Ригу. Вот как удалось его привезти. Да, но видите, это тоже продолжение прекрасной дружбы, поскольку после его победы на конкурсе Чайковского я сразу же пригласила его в Ригу, и он первый раз по моему приглашению здесь был в 2016 году, второй раз в 2018. Но вот сейчас, спустя два года, он снова к нам приезжает. Он теперь сотрудничает и с Гидоном Крэмером, и с другими фестивалями, но моему приглашению он отказать не мог, и приезжает даже с двумя концертами. Конечно, у нас меньше людей в зале, чем обычно, только 300 человек в гильдии. Ну, билеты уже идут к концу, поэтому те, кто ценят фортепианное искусство и самобытный дар Люке де Барга, мы настоятельно просим не тянуть с покупкой билетов. Перенесенный с марта концерт Вадима Глузмана, изумительного скрипача. Ну, я очень не люблю рейтинги, но если говорить о них, то он входит в топ-10, наверное, сейчас самых ярких скрипачей мира. И впервые в Латвии он будет выступать со своим одноклассником, другом и соратником музыкальным с Евгением Синайским, сыном Василия Синайского, профессором Венской Академии Музыки. Концерт состоится 6 декабря. Также мы сохраняем ночную молитву, наш проект ежегодный. И в этом году Сигвард Клява предложил мне удивительную программу. Я просто счастлива. Это будет русская музыка. Чайковский, Рахманинов, Сверидов, Сильвестров. С этой программой они потом уезжают за рубеж. В этом году хору 80 лет. Огромная радость сотрудничать с этим выдающимся коллективом. И я очень благодарна Сигварду, что он всегда для этого ежегодного проекта, ночная молитва, находит что-то особенное. Но моя страсть – это камерная музыка. И где, как не в нашем концертном зале «Артиссима», предлагать именно камерную музыку нашим слушателям. И в преддверии Международного дня музыки 30 сентября мы даем совместный концерт, впервые большой такой сольный концерт певицы Любови Каретниковой. И дальше вот я хочу ее представить нашей публике, нашим слушателям, потому что кто-то из вас, дорогие слушатели, наверное, помнит Любу. У нее была фамилия Скребец. Когда я меломаном называю, все говорят, а, конечно, мы помним, она пела у вас в концертах. Действительно, она у нас пела в фестивале «Аванти» трижды пела в сборном концерте, посвященном юбилею Чайковского. Потом пела на пару с баритоном Саидом Габеччей. Со мной вместе мы отмечали юбилей римского Корсакова. А еще Люба пела партию сопрано в реквиеме Моцарта. А это уже совсем другая заявка. И вот сейчас у нас новая уже совсем-совсем сольная программа Любы. И вот дальше я хотела бы, чтобы она сама рассказала. Олег, теперь задавайте вопросы ей. Да, ну тогда расскажите действительно о том, как создавалась эта сольная программа, что в ней ожидают слушателей. Мы будем исполнять немецкую камерную музыку, песни Моцарта, Рихарда Штрауса и Шуберта. Программа очень богатая красками, оттенками, сложная. Но вот у нас была репетиция. Сыной несколько раз мы прогоняли полностью программу. Она очень как-то поднимает. Не знаю, очень получилось целое такое, цельное ощущение от всей программы. Вот. Я думаю, что эта музыка очень редко исполняется у нас. И поэтому это для меня было особенно интересно и ценно выполнить здесь, в Риге, с Сыной. Так получилось в ситуации, в которой сейчас мир находится, у меня здесь получилось быть целый месяц. И мы с Сыной весь этот месяц готовим эту замечательную программу, ищем краски, находим что-то особенное. Поскольку камерная музыка, чем она интересна? Это маленький рассказ. В одном произведении, будь то полторы минуты, пять, семь минут, одна картина, один рассказ, одна идея, которую ты от начала до конца должен воплотить. И таких идей, таких вот у нас рассказов, 15 вещей, и это что-то очень особенное, поскольку, если это цикл, как у нас есть один цикл, три произведения, то они, может быть, имеют такую общую какую-то направленность идею, в остальных случаях это, может быть, рассказ о любви к фиалке, или, не знаю, очень много маленьких идей, и наполнение совершенно другое, концентрация совершенно другая. Ты должен находить краски, находить подход какой-то к словам, и тем более, что эта музыка немецкая. Задача ещё такая, чтобы люди, не знающие немецкого языка, большинство, могли понять и прочувствовать, о чём это, что это. И что интересно, вот три композитора, именно через камерную музыку, ты совершенно узнаёшь их по-другому. Как будто бы понятно, что Моцарт жизнерадостный, такой страстный, у него такое игривое какое-то восприятие жизни, оно передаётся и в его камерной музыке, но и также лирикой какая-то тонкость, которую, может быть, нельзя прочувствовать в опере или в каких-то больших формах. Штраус, в свою очередь, оказался просто невероятным оптимистом. Звонит мне Инна и говорит, Любочка, у нас же вообще одни мажорные песни, надо нам в Штраусе найти что-нибудь минорное. И я понимаю, что это целая проблема. Я звоню Барбаре Бонне, которая у меня педагог в Моцартеме, говорю, вот мне нужно что-то минорное, я ищу, я ваши диски слушаю. Он просто понимает, что практически ничего нет, я ничего не могу найти. Он говорит, ну возьми Геддульт. Ну такое у нас произведение будет. И то, это не прямое минорное. У него очень такое к жизни отношение философское, вот ко всему философское. И текст он выбирает, и ты совершенно по-другому узнаёшь характер композитора через произведения, через стихи, которые он выбирает для своей камерной музыки, которые ему близки. И то, как он их оформляет, очень интересно. А Шуберт — это совершенно другая история. Я бы сказала, что Шуберта сложнее всего исполнять в том смысле, что музыка очень-очень тонкая, там очень много тонкостей. Как будто бы там нету столько вот страсти, больших линий каких-то, как в Штраусе, но там какая-то должна быть магия, и ты должен находить и в словах, и в сочетании. И так же он выбирает тексты, и ставит тексты так, он играет словами их, меняет местами, соединяет. Стесняюсь спросить, немецкий. Ну вот насколько сложно исполнять на немецком языке, и является ли он, поскольку все в основном действительно учат английский, я исключение, я учил немецкий в школе, вот насколько немецкий язык является музыкальным, потому что многие, опять-таки, есть стереотип, видят в нем достаточно такую немножко, ну такую жесткость, да, ну вот что-то такое, военные марши, может быть, да, но... Вы знаете, это правда стереотип, я сама в школе отказалась от немецкого, я подумала, нет-нет, я лучше буду учить французский, я немецкий учить не буду. В конечном итоге жизнь меня привела туда, куда она меня привела. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Я очень полюбила этот язык, и он совершенно мне не кажется жестким, наоборот. Вот, но вы знаете, это зависит от того, кто говорит, ведь в Европе особенно из-за гор, из-за всего, язык очень варьируется, и в немецком языке очень много диалектов, и люди говорят, я вот там оттуда, я из Байрата, я оттуда, и ты даже тяжело понимаешь иногда, потому что это не похоже на немецкий, который ты учишь в университете или в школе. Но чем он интересен? На нем, правда, сложнее петь, поскольку в нем меньше кантилена, самый удобный, скажем, для исполнения язык – это итальянский. На русском тоже удобно петь, довольно-таки. А немецкий, много звуков таких прикрытых, ну и какая-то сама мелодика языка, там есть короткие, значит, гласные, длинные гласные, и очень много согласных. И очень много согласных, как правильно Инна заметила, которые тоже очень отличаются. У меня вот есть предмет в Мацартеуме только произношение немецкого языка, и значит, мне говорят, что есть звенящие, значит, S есть там шипящие, S есть такие, вот все это очень детально объясняют, как произносить, куда язык ставить, все такие дела. Но в связи с этим можно найти какие-то интересные краски, особенно в камерной музыке, поскольку камерная, она подразумевает небольшое пространство, ну камерное, и вы будете слышать это все, ш-т-ч-т-ч-т-ц, и оно цауба, но какие-то звуки, они красят. Вот в русском тоже такое есть, что слово, ты его говоришь, и люди понимают, что это значит, хотя они, может быть, и не знают русского языка. В немецком точно так же есть очень, например, Rauschen, Шелестят, вот тоже Шелест, Rauschen, они красят звуками значение слова, и поэтому в этом смысле очень интересно исполнять камеру музыку. А кто составлял программу? Вот как? Я составлял программу в условиях карантина, скажем, нам дали задание на час значит, программу составить, я думаю, я составлю так, чтобы я могла ее, правда, исполнять. И я думала, что, что же я могу, что у меня есть, что мы уже исполняли, как-то думала. Вот составила такую программу и советовалась Барбаре Бонни с моим прямым лид-профессором Хольцмайером, Вольганом Хольцмайером. А в конечном итоге мы ее еще с сыной доработали, изменили, добавили. Так что получилось что-то совершенно такое детальное. Ну, как вот на немецком насколько нужно знать язык, чтобы исполнять? Ну, я скажу просто в свое время, когда в детстве я смотрел по телевизору выступления Магомаева и все время восхищался, на скольких языках он поет. И вдруг во взрослом возрасте, переслушивая, ну, вот скажем, когда уже знаешь языки, ты понимаешь, что насколько все-таки у него акцент был очень сильный, особенно вот если вот то, что он пел на английском, предположим, то сейчас просто кажется, что это же так вообще звучит очень, ну, вот таким большим... А в то время, когда, скажем, ну, люди не знали, ну, в Советском Союзе, может быть, не знали так вот прекрасно, и все просто были, о, боже мой, какой полиглот. Насколько нужно быть... Полиглотом. Полиглотом, чтобы петь на разных языках, там вот как в опере, там итальянская, французская опера, вы знаете, чем насыщеннее рынок, тем выше с тебя спрос. Сейчас мир музыки и оперы очень насыщен, и певцы из Америки приезжают в Европу, и границы из России открыты и так далее, и в принципе от тебя, помимо твоих музыкальных, вокальных способностей, требуют идеального произношения на итальянском, на немецком, ну, на любом языке, на котором ты поешь. И как я уже упоминала, например, у меня есть отдельный предмет только по произношению немецкого, также у меня есть отдельно только по произношению итальянского, что, конечно, например, у нас, в наших условиях я училась, и в Латвии, и в Литве таких возможностей не было, нет. Понятно, что языки изучаются, но время, количество, что ли, в программе ограничено, и, может быть, специалистов таких нет. Вот. Я вот готовя эту программу немецкую, поскольку я сейчас какое-то время прожила в Австрии, я немецкий знаю, но не настолько хорошо, чтобы себя очень свободно чувствовать в поэзии немецкой. Поэтому я вся уложена карточками, текстами, потому что очень важно, как мы говорим, красить словами, их важно прочувствовать, их важно знать, конкретно знать, особенно в камерной музыке, поскольку это очень наполненная, как я уже сказала, произведение, там все важно. Каждая маленькая деталь, каждый маленький звук, он имеет большое значение. Вот в Австрии, а где же все-таки, вот, может быть, несколько слов вот об этом учебном заведении, и что это, в чем особенность вот именно этого учебного заведения? Да, это Мацартеум, он находится в Зальцбурге, на родине Моцарта, и это один из самых знаменитых, самых влиятельных музыкальных учреждений мира. Сколько латвийцев его закончило? Именно на вокальной кафедре я не знаю никого. То есть, можно сказать, что практически... Первая ластичка. Да. Совершенно неожиданно. Я не планировала и не мечтала, честно говоря. Я знала, что Барбара Бонни преподает. Когда-то я у кого-то прочитал в биографии, что значит, он не учился, и думаю, ого, что она еще и преподает, как классно. Вот так судьба сложилась, что теперь она преподает и мне, к чему я очень рада. Я хочу заметить, потому что Люба человек скромный и об этом не скажет, что после первого вступительного экзамена в Моцартеуме к Любе подошла Барбара Бонни, сказала, что Люба ей очень понравилась и что она ей предлагает учиться у нее. Да, я даже к ней не подавала. То есть там можно, обычно подаешь, пишешь, у кого-то хотел бы учиться, но когда у нас есть корифеи, мы же боимся, лучше мы вообще к ним не будем поступать, чем мы попросимся, а нас не возьмут, правильно? А тут вот такая суперзвезда камерной музыки сама предложила Любови Каретниковой у нее учиться. Насколько сейчас вот исполнители, музыканты чувствуют ну вот эти какие-то новые условия, поскольку я знаю, что кто-то пытался через дистанционные какие-то вещи, то есть там устраивают, ну устраивают какие-то концерты удаленные, но в принципе вот насколько этот формат может заменить, скажем, живое общение зрителя и заменить он никогда и не сможет. Вопрос в том, что что показала вообще эта эпидемия, самая уязвимая вообще профессия и сфера это оказалась именно культура и особенно музыка, где общение идет напрямую. И на самом деле это большой вопрос, что нас ждет. Я знаю очень многих исполнителей, которые совершенно потеряны. И особенно молодое поколение, кто начинает как-то прозглашать свое имя в мире музыки, все останавливается, все неизвестно. Если вы знаете, например, Метропольтон-Опера полностью распустила оркестр, хор на весь сезон и вот представьте. Поэтому я очень рада, что мы с Иной все-таки делаем этот проект и этим самым провозглашаем, что музыке жить и с большой надеждой вперед. И очень ждем вас как-то прикоснуться к этому миру, поскольку что в жизни важно и главное? Какие-то вот такие тонкие вещи, которые наполняют душу и каким-то светом. Я считаю, что мы просто обязаны как музыканты поддерживать и приглашать и как-то людей к этому подводить, поскольку понятно, что это жанр непростой и непопуляризированный, но очень мне хочется верить, что он не умрет, а с молодым поколением в моем лице также продолжит свою жизнь, поскольку мне это очень близко и я уверена, что многим людям это может быть близко. А насколько для молодого поколения, если просто личные ощущения, классическая музыка близка и необходима? Потому что, опять-таки, все время кажется, что молодежь предпочитает развлекательную музыку, популярную музыку, а классика это скорее удел людей уже возрастной такой группы. Всему свое время. Знаете, как даже я почему-то сегодня ехала и подумала, читала в книжке, что передняя лобовая доля мозга развивается до 24-6 лет в зависимости от самого человека. Я думаю, это очень сказывается вообще. И понятное дело, что в каждом возрасте в детстве тебе нравится лазить по деревьям, а уже постарше ты этого делать не будешь. И так же, наверное, люди приходят к чему-то более осознанному, более тонкому в определенное время. Но, конечно, это еще и вопрос обстоятельств. Мне тяжело судить, поскольку мое окружение в основном музыкальное, и я живу в каком-то своем, что ли, шаре, не знаю, музыке классической. То есть у меня не остается времени даже как-то на другие вещи. Я не смотрю ничего, ни сериалов, не знаю. Естественно, отрицать того, что молодому поколению интереснее, развлекательнее. Но это даже не вопрос поколения, это вопрос людей, хочется ли им что ли как-то включать свою мыслительную деятельность, куда-то углубляться, или вот в этой суете жизни легче что-то такое послушать, что ты вообще не запомнишь, а если запомнишь, то потому что там три звука во всей музыке. Но ведь с другой стороны, ведь опера считалась, ну, там даже в принципе арии, которые становились безумно популярными, это же было ну, вот если так экстраполировать, это вот в 19 век на 21, это же и была вот собственно попса, которую считали. Известен же случай, что Верди песенку Герцога не дал ноты заранее, потому что он понимал, что завтра это будет петь весь город. Конечно, я на самом деле сегодня ехала, включила радио и была какая-то современная американская песня и такие слова хорошие, я подумала, здорово, все здорово, вы знаете, на вкус и цвет товарищей нет, это уже от каждого зависит, я как исполнитель, как артист несу то, что я несу, то, что мне передали, что я умею, что мне близко. И еще одно обстоятельство, которое меня всегда волнует, Любовь, очень действительно красивый человек, насколько эта красота, она тоже является какой-то частью, образа, мы знаем, что все-таки если раньше все-таки могли, например, Арию Джульетты исполнять возрастные певицы, то сейчас на сцене очень востребовано такой шарм, очарование, мы все знаем, насколько нетрепко появившись, она вызвала взрыв всенародной любви, может быть, в этом была какая-то часть не только таланта, но и внешней привлекательности, ну что тут греха таить? Ну вообще мы живем в мир такой все видео, даже вот мы на радио, вы нас снимаете, поэтому, конечно, внешний образ, это же не только физические данные, которые тебе дала, как ты себя ведешь, как ты себя преподносишь, это важно, безусловно, и я должна сказать, я вот дебютировала в партии Джильды, Регалета, и режиссер настоял, чтобы меня взяли, потому что дежур сказал, ты такая молодая, мне было 25 тогда для этой партии, у тебя не было таких ролей еще больших, я за себя переживаю, не знаю, ну это когда было прослушивание, но я знаю, что это именно режиссер настоял, потому что, ну я ему понравилась, и он хотел молодую, вот девушку, вот таким чувством, и чтобы мне сопереживали, как вот этой настоящей молодой девочке, которая там вообще подросток. но требования вот сейчас все-таки в актерской игре, то, что сейчас требуется от актрис умение петь и лежа, ну то есть там умирая, то есть часто бывает таких достаточно, да, но я имею в виду на театральной сцене все-таки это, ну часто не совсем комфортно, скажем, для исполнителя. Да, да, комфортнее всего, конечно, стоять прямо, вот это интересно, поскольку, например, происходит урок, и тебе поставят параллельную позицию, плечи так, это значит, подбери, встань прямо, стой на двух ногах, значит, чтобы все работало, чтобы ничего там не зажималось, ты входишь на сцену, ты совершенно в других условиях. Но вы знаете, тут дело такое, например, если это постановка, очень много дает, то, что ты играешь, ты двигаешься, но это все как-то поддерживается и движением, которое идет через твое чувство, через твою эмоцию, и оно как-то логично. А вот, например, мы исполняем камерную музыку, и ты стоишь, ты никуда не двигаешься, ну понятно, там в пределах метра, да, и то надо, конечно, искать совершенно по-другому, что ли, опору в теле, и это уже, ну совершенно другие чувства, поэтому... Но здесь включается актерская какая-то игра во время исполнения? Конечно, это даже не то, что актерская, вы знаете, как-то кто-то сказал очень хорошо про Хворостовского, что он поет, а я вижу. А что вот, я думала, что это? Я думаю, что исполнитель, когда он сам видит, тогда и видят и зрители, они могут этот образ принять, что ли. И тут даже не вопрос в актерском, как я там умею падать, как я там что, а именно тут идет глубина и понимание, концентрация мысли, чтобы ты мог это передать. Тогда тебе верят. поскольку, например, многие говорят, вот на сцене, на оперной движении должны быть большие, та-та-та-та-та, но зависимость от сцены, поскольку там сдалека не увидят просто, и не увидят твоих там выражений лица и чего-то еще. Но в камерной музыке совсем все иначе. камерная, вот главное слово. Насколько голос является вот уникальным инструментом, насколько вот как скрипач там бережет свою скрипку, насколько вот вокалист, исполнитель бережет свой голос, развивает этот инструмент, насколько он меняется со временем? Это очень интересный вопрос. Ну, на самом деле ты немножко в рабстве у своего инструмента, например, я не хожу вечером в шумные места, на такие вещи, чтобы не перегрузить голос. Это ежедневная работа и постоянный какой-то поиск, поскольку инструмент очень подвижный, с возрастом он меняется, и репертуар меняется, и у вокалиста постоянно всегда есть кто-то, кто ему помогает, вокальный педагог, коуч, ну, это обычно пианист, кто работает с певцами, как бы стороннее ухо. Сейчас, что очень помогает, что ты можешь сам себя записать, и уже как человек с настроенным что ли слухом, ты понимаешь, ага, вот это вот тут, а вот так вот, ну, ты сам можешь себя немножко контролировать, а вообще, конечно, это очень важно иметь человека, кто хорошо знает твой голос, кто понимает, может себе подсказать, где что, как, да, и гигиена голоса, то есть, ну, что это такое? Ну, элементарно, ты не выспался, тебе сил нет, там, не знаю, ты поел что-то очень солёного, тебе пить хочется, горло пересыхает, такие вещи, как бы ты должен знать, как твой организм на что реагирует и как твой голос себя чувствует, что ли. То есть, получается, что даже какие-то кулинарные пристрастия, там, кислое, солёное, что-то может быть вредным для голоса? Наверное, вы знаете, я очень стараюсь слишком много об этом не думать, вспоминали Анну Нетребку, на неё глядя, она очень так легко, легко к этому относится и говорит, я хочу жить, я не хочу быть в рабстве. И у нас такое немножко другое вообще время даже так посмотреть, ко всему, что ли, проще люди относятся, а тем более, вот, вот, пришла эта пандемия, ну, кто мог знать, а что дальше? Ты не можешь, вот, жить и надеяться только на что-то одно, ты должен жить и познавать жизнь и уметь делать разные вещи, там, уметь записывать, себя, сейчас, вот, как вы говорили, внешний облик, мне нужно постоянно делать видео, их резать, слушать, там, отдельно аудио, отдельно видео, я вот, певица по образованию, и делать очень много всего побочного, скажем. Вот, поэтому кулинарные пристрастия, я думаю, это для каждого, кто-то даже советовал, вот мне рассказывали писать дневник, каждый день, что ты ел, там, как ты спал, так-то так, как твой голос сегодня себя чувствовал, потому что, может быть, это и хорошая идея, иногда вот раз, тебе сложно, и ты не знаешь почему, или, а бывает, отлично звучит, но еще очень зависит от места, где ты находишься, я пела на фестивале в Италии, я поразилась, я думаю, ну вот почему здесь люди поют, ты проснулся, твой голос звучит, тебе не надо думать вообще, что, о, рано утро, надо распеться, вообще как-то размяться. То есть прямо вот климат такой, очень-очень-очень-очень, правда, удивительно. Еще один стереотип детства, по-моему, фильм «Свинарка и посту», где песклявая певица все время пила сырые яйца, чтобы у нее там был взять какие-то высокие ноты. Это правда, что, ну, необходимо? Ну, то, что необходимо, я точно не могу сказать. Не знаю, кто это делает, я не слышала, честно говоря. Но вы знаете, вокалисты вообще люди такие, довольно скрытные, и мало кто любит делиться своими секретами. То есть, если тебе повезло, и тебе рассказали что-то, то классно. А так? То есть надо хранить самому это в тайне, чтобы... Я не думаю, что надо. Знаете, вот интересно, культура сейчас такая открытая, и вот много американских певцов, и они очень, ну, сам такие люди, они любят про себя рассказать, и та-та-та. И вот, например, я некоторых смотрю в Инстаграме, и они прямо показывают свои распевки, как они учат партии, та-та-та-та там. Я думаю, что от них приходит вот это вот, а зачем держать? Поделись, другим интересно? Ну, как-то вообще все меняется, мы сейчас в такое время, что мне кажется, вообще через несколько лет все будет по-другому, и в нашей сфере тоже. То есть тайны не останется? Я думаю, тайны всегда остаются. Потому что я сразу вспоминаю мемуары Кикито Ричардса, о том, что он жаловался, говорит, я никак не мог понять, вот как играет там какой-то вот блюзовый музыкант, и вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с ним на каких-то фестивалях, я подхожу там и говорю, ну, слушай, ну, расскажи, ну, как вот тебе удается вот извлечь этот звук? А он мне все время говорит, ну, парнишка, давай учись, может быть, к следующему разу у тебя получится. Он говорит, ну, мне уже за 70, ему там чуть ли не под 90, вот умру и так и не узнаю, вот как же это у него получалось. Я тоже слышала, что и певцы точно так же говорят, ну, как, как ты? Не скажу. А может и не может сказать, не знает, почему у него так, как он это делает, вот не знает. Это же вот есть замечательные певцы, которые не могут, не умеют преподавать, это же тоже связано с тем, что они не знают, как они это делают и как другому объяснить. На самом деле, особенно с вокальным искусством все очень так, как говорят, mysterious. Потому что это внутри, у каждого своя физиология. И вообще очень, вот проблема, которую мало кто говорит, мало кто на самом деле может научить и научиться, и очень много людей учатся долго и ничего не выходит. Ну, прям вот смотришь, думаешь, ну, как же, вот кто тебе не сказал, что вообще все надо менять, не знаю, ну, какие-то такие вещи не очевидно, не очевидно. То есть, должно быть ухо, ты должен слышать, и педагог твой должен слышать, как ты должен звучать, поскольку нельзя сказать, нет, ты вот тут неправильно ставишь, там, нет, там, не знаю, ты не можешь это видеть. Сейчас, конечно, развивается это все, и очень много научной литературы, физиологии, вообще нашего тела, инструмента, но очень мало кто об этом говорит и что-то знает, вот так, откровенно говоря, поскольку, не знаю, может быть, еще есть такое отношение, это же мой голос, это же от Бога дано в каждом свой голос, и что я тут буду? Вот есть, пою для души очень многих, а на самом деле, что я для себя давно поняла, нужно очень отделять, как вы сказали, это мой инструмент. Вот есть я, я, Люба, там, люблю вот это и это, а есть мой голос, я его воспринимаю отдельно, и поэтому мне намного легче принять критику, попросить совета, ну, а очень многие лично воспринимают, поскольку это же я, это же я, это мешает. Но ведь голос, он еще такой особый коварный инструмент, то, что это, у кого-то может быть идеальный голос, например, он может звучать, но совершенно прямолинейно, у кого-то какие-то вот краски, которые вот он предает, он делает его голос именно запоминающимся, уникальным, и вот. Это вот очень хорошо вы подметили, я думала, вот сегодня, в сегодняшнее время людям нравится стандарт. Вот, мода сейчас такая, что угодно, еда, одежда, и все к этому постраиваются. Также я смотрю в музыкальном мире, то есть все, что стандартно, все, что подходит под какой-то стандарт, то хорошо, но в конечном итоге люди, сама публика выбирает не стандарт, выбирает именно то, что они запомнили, то, что почему-то их тронуло, это не должно быть идеально, вовсе нет, я вот думаю, кто-то там идеальный, но я даже не помню, как голос звучит, вот помню, что было идеально, и все. Ну, какие-то такие вещи, вы правильно подметили, что-то, что трогает, но одного трогает это, другого другое, поэтому... А ведь, как и с актерами, наверное, каждая роль уже была кем-то сыграна, вот каждое произведение было уже исполнено, до тебя там огромным количеством музыкантов, вот насколько это, ну, вот момент, когда, как в актерстве, когда он, актер надевает костюм, который уже пропитан потом его предшественников, ну, условно говоря, вот это не вызывает какого-то, ну, не знаю, робости, страха, вот, что не получится так же, как, может быть, у предшественников, или наоборот, хуже, или что-то? Знаете, мне не доводилось еще носить костюмов моих кумиров, наверное, мне тяжело так сказать, но я думаю, вообще у меня более легкое отношение по жизни ко всему, глубокое, но и не привязывается, что ли, так сильно, это очень здорово, когда есть такое чувство трепета, трепет это здорово, а сравнивать никогда не надо, надо только, вот в смысле, вот ты послушал, тебе это нравится, ты слушаешь себя, думаешь, мне это не нравится, я хочу, чтобы мне нравилось, ну, такие вещи, как бы для развития, а когда ты уже там, на сцене в этот момент, это не поможет делу, тут это уже общение с публикой, и это уже не от тебя, вот как. Ой, так быстро пролетел час, наверное, нам нужно будет еще раз просто напомнить, что 30 сентября, вот Любовь Каритникова и на Давыдова, кстати, в зале Артисима особая программа, где будут немецкие авторы, и все это будет в 19 часов, приходить в концертный зал Артисима, еще много других очень интересных планов и проектов до конца, во всяком случае, года, вот держим куларки. Я хочу сказать, что насчет зала Артисима, что приходите заранее, потому что у нас там очень красиво, кто еще не был, можно выпить бокал вина или чашечку кофе, посмотреть сверху на старый город, поскольку мы находимся на пятом этаже, и еще я хочу сказать, что в этой программе будут и знакомые некоторые произведения, но я назову, например, Шубертовскую серенаду знаменитую, больше ничего говорить не буду, пусть все-таки будут сюрпризы, и еще хочу сказать, что для молодого артиста выйти на сцену с такой программой, как со своим первым большим сольным концертом, это огромный вызов, вот то, что говорят сейчас, challenge, потому что гораздо легче выйти и спеть пять арий и четыре романса, это проще, можно тоже Джильду, потом какую-нибудь там Сюзанну, все мотивчики знакомы, Люба мне тут травиату присылала, вот и прекрасный концерт, и все довольны, и люди ушли напевая, и всем понравилась красивая девушка, и все хорошо, Люба идет сложным путем, выбирает камерную и не русскую, то есть с непонятным текстом еще программу, но, во-первых, сегодня наши слушатели уже поняли, что наша артистка человек неординарный, очень яркий, очень глубокий, и это я могу сказать, как ее сценический партнер, потому что еще год назад у меня было ощущение, что, наверное, я в своем концертмейстерском труде уже все сделала, потому что я не знаю, с кем мне работать дальше, потому что поколение, с которым я начинала, кто-то уже уходит, с кем-то нас развела жизнь, а кто-то уже забрался на такой Олимп, где камерной музыке практически нет места, я имею в виду Элину Гаранчу, с которой я тоже работала, у Эгела Силенша сейчас такие задачи в жизни, что ему не до камерной музыки, хотя мы с ним четыре программы в свое время сделали, Ирина Долженко сидит в карантине, в другом городе, мы с ней только можем мечтать, и вообще хочется уже кого-то из нового поколения, чтобы человеку так же было это важно, как мне, иначе что получится, тогда за нами пустота, но мы с Любой как раз об этом говорили, что я убеждена, что в каждом поколении находится тот, кто перенимает эстафету, и я просто счастлива, потому что с ее возвращением, скажем так, в мою жизнь, у меня как бы начинается новая волна вот желания эту музыку играть и ею делиться, потому что есть с кем, дело в том, что эта музыка, она партнерская, это еще очень важно, она партнерская, если посмотреть на фортепианную партию, то там вообще там голос иногда две фразы говорит, как Морген, да, Алерзелин, Штрауса, а все там у рояля, там такие как фортепианные прелюдии, в принципе, например, Штрауса вообще можно играть, ну, извини, Любовь, там такая, ну, как у Рахманинова, такая музыка, что она музыка уже сама по себе, и тебе нужен человек рядом, который будет тебя слышать, который будет с тобой сосуществовать, как в любовном дуэте, как в любви, как в браке, как в дружбе, потому что вот эта камерная музыка, она именно рассчитана на партнерство, и вот Люба в этом плане человек очень тонкий. Вот, ну, и всех еще раз приглашаем, дело в том, что... А звонков у нас не будет? Мы уже вышли за рамки часа, сейчас, прямо сейчас должны быть новости. Спасибо большое. Спасибо.